Добрый день, друзья! Мы приветствуем вас на одной из секций форума «Время кино». Я организатор и руководитель этого форума Альбина Напигова. Представлю гостей и, собственно, повод, по которому мы собрались. Гости нашей студии Кирилл Эмильевич Разлогов, культуролог, программный директор Московского фестиваля, будет представлять как раз линию культуры в нашей дискуссии. Вячеслав Рябков, юрист. С Вячеславом мы и начнем, потому что... Ну, вот начнем и начнем. И представитель легального кинопоказа, собственно, цензурированного, но при этом, при этом, внимание, тот самый ограниченный показ, который занимается фестивальным кино, в том числе альтернативным и в том числе фильмами, которые мы не видим в коммерческом показе. Макс Горбов, «Каро Альбина». Итак, и вот, пожалуй, да, Вячеслав Рябков. Сейчас мы посмотрели фильмы «От большего к меньшему», или там мы сейчас обсудим. Использование, скажем так, нецензурной лексики. В аудитории закрытый показ, в аудитории профессионалов. Вот это является правонарушением? Сейчас прям. Нет, это нет. Пожалуйста. Вот. И нам бы хотелось, в принципе, и чтобы, друзья, вы включались в дискуссию, то, что мы сейчас посмотрели. У нас еще в зале сидит Адиля Хайбульна. Представьте, пожалуйста. Это программный директор молодежного фестиваля. И Кирилл Эмилевич, я тоже думаю, килограммами такое кино тоже смотрел и смотрит, потому что на фестивале приходит очень много кино, очень разного. И мы сейчас посмотрели те ярко-выразительные средства, которые используются в кино молодых. Им интересно это смотреть, интересно, ой, снимать. Интересно ли вам это смотреть? И где же та грань? У нас, я вижу режиссер, да? Великий инстурбатор. Выше? А, вот, вот, вот. Возмутитель спокойствия. Первый фильм. Представьте, пожалуйста. Альбина, может быть, тогда мы все-таки дадим возможность хотя бы парочку мнений услышать? Вот, ребята, по первому фильму, который вас, я так слышала по реакции в зале, немножечко тоже насторожил. Вот. А кто готов сказать? Вы вообще, как вы, готовы к такому фильму? Вот, зритель. Вот сейчас отождествляйте себя со зрителем. Кто готов? Так, кто видел, кто готов? Пожалуйста. Я пришла ближе к концу фильма, но, тем не менее, я считаю, то, что модерн должен быть, то, что искусство преобразуется, и современные формы, и без мазы, мне кажется, ограничивать себя какими-то такими способами не стоит. То есть, кино должно быть разное, но разное кино для разных людей, для своих мест, для их показа. Вот. Так, кто готов сказать? Ваше мнение по поводу фильму, кто хотели? Ладно, все. Все, понятно. Давайте переходим, да, к спикерам, потому что я так понимаю, что присутствие режиссера вас сковало. Если бы они не знали, они бы, мне кажется, сказали. А сколько я знаю, вроде бы, это ваши дипломные работы? Нет, это не дипломные работы, это все. Это ваше просто творчество, да? Это кусочки дипломного фильма, просто дипломный фильм не получился, я склеил из разных работ один фильм. Ну, это был, короче, просто эксперимент. Я сидел на работе и соединял разные свои работы, а там был плохой звук, вытащил личные сообщения из своей переписки и под звук поставил. Все понятно. Альбина, секунду, дело в том, что телезрители не знают, они не видели этого фильма, а там было очень много нецензурной лексики, и то, что, в принципе, многие не готовы видеть. Например, я со своей мамой такой фильм, честно признаюсь, не буду смотреть. А вы своей маме показывали свою работу? Нет, еще не показывали. А почему? Ну, я ее еще не видел, с того момента выпустил. А как вы думаете, какая у нее реакция будет? Не знаю, надо будет посмотреть. Спасибо. А я думаю, да, вот и пускай и спикеры, наверное, может быть, с этого фильма, и с того, что вы видели, тоже начнут, да. Вячеслав Фирмков, пожалуйста. Да, ну, я, честно говоря, вообще ничего такого страшного сверху тут не увидел. На моей практике мы сталкиваемся с гораздо большим трэшем. Вот, но если говорить вкратце, то мат в кино запрещен сейчас, да, там, с 1 июля 14-го года, его нельзя ни в каком виде показывать и пускать. В то же время, что такое мат? Давайте разберемся, вот, ну, как бы все однообразно это понимают или нет. Ну, закон очень так целомудренно не назвал ни одного слова, которое надо считать нецензурной бранью, но установил ответственность для кинотеатров и для телеканалов. Если кинотеатры просто будут оштрафованы, не, никого не посадят, конечно, но оштрафованы будут, то телеканал может вообще лицензии лишиться за такое подобные штуки, потому что это будет нарушение там основной статьи 4 закона о СМИ. Если говорить самое интересное, то понятно, что всего 4 слова признаются нецензурной бранью. Выпустили рекомендации Роскомнадзор, наш основной наблюдающий орган, где он сказал, что слово на букву Х пишут на заборах, да, женский половой орган на букву П, женщина легкого поведения на букву Б и сам процесс на букву Е. Ну как бы. Дальше задали вопрос им, а как, ребята, ну хорошо, а дальше как вот это маскировать, что можно, что нельзя. Я некоторое время входил в эту комиссию Роскомнадзора, единственное от рынка там был. Там полкомиссии это чиновники и полкомиссии филологи такие, и там из МГУ, там из этого. Это ничего плохого, наверное, но они такие все очень с высоты своего положения на все это смотрят. Тем не менее, в рекомендациях написано следующее, что если вы делаете, например, в ходе фильма стихотворение дословно, да, и заменяете немножко матное слово на другое, но по рифме понятно, что это будет какое-то слово, например, из трех букв, то вам засчитают это как бан, что вы использовали мат. Если же вы в ходе фильма, наоборот, взяли какое-то слово, подрезали или убрали, вот как Максим вам позже расскажет, наверное, там, как показывать какие-то фильмы, то это не засчитывается за бан, то вы молодцы, вы сделали все, чтобы соблюсти законодательство. Поэтому, если вы снимаете авторское кино, у вас передача, вы какие-то слова можете заменять на похожие или что-то еще, но вот все, что они прямо запретили, это рифму. Рифму они проговорили прямо. Значит, помимо нецензурной брани, у нас потом вышел такой страшный закон о защите детей от информации, который заставил, вы сейчас видели, наверное, на одном из фильмов, на трейлере, по-моему, было 16+, написано. Он заставил вот эти ставить значки информационные и допустил, он придумал термин, опять же, бранные слова, не относящиеся к нецензурной брани. Вот. И поскольку у нас сейчас эфир дневной, то мы не можем их применять с вами с девяти до семи утра, да? Что такое бранные слова, не относящиеся к нецензурной брани, закон, опять же, не пояснил. Вот. Поэтому здесь нужно, скорее, сказать там от слова, от грубости идти. Не, мы просто пример же не можем приводить здесь. Ну, я так понимаю, как филолог, например, по образованию, я могу фантазировать в рамках корней и суффиксов, да? Ну, как бы так. До определенной степени. Не совсем так, если бы там не эфир, опять же, у нас прямой идет просто. У нас прямой эфир? Да. И дневное время. Ну, тогда не будем рассказывать. Самое интересное. Тогда вся эта встреча абсолютно без смысл. Как же мы будем? Тогда разговор. Ну, хорошо, я приведу пример. Я понял, как вывернуться из этого. Есть слово из трех букв, которое написано на заборе. Да? Это точно мат и нецензурщина. Есть слово, которое, как у немцев, гер, господин. Поняли, да, о чем идет речь? На ту же букву начинает только гер. Это будет бранное слово, которое можно только с 9 до 7 утра на телеке. Есть слово хрен, а вот его можем предотвратить когда угодно, это растение. Вот хрен можем всегда говорить. Соответственно, чудак на букву другую будет тоже бранным словом. Вот понимаете, вот такая градация, которую тоже нужно соблюдать. Особенно, если вы снимаете кино, которое вы хотите, чтобы пошло не в ограниченном прокате, а в большом. Вот. Но я пока не буду больше задерживать. В целом, я еще раз говорю, ну, здесь только там даже в первой работе матные слова присутствовали, но их надо просто там, можно убрать, и они будут легко допустимы. То есть, если бы мы вывели это в эфир прямой, мы бы уже нарушили закон, так я понимаю? Если вы зарегистрированы как средство массовой информации, да, можно было получить предупреждение. А что культура скажет? Вот. Ну, у меня, как бы, точка зрения общая. То есть, первый пункт, то, что цензура есть всегда. Вот. Вот. Цензура – это охранный механизм для психики отдельного человека. Вот. Который в тот момент, когда что-то становится невыносимым, как бы вытесняет это. И тут Фрейд по этому поводу очень многое говорил. Вот. Ну, и так и для общества. Когда общество чувствует, что что-то угрожает его стабильности, оно начинает это вытеснять, запрещать и так далее. Вот. Ни человека, ни общества без цензуры в разных смыслах этого слова не существует. Поэтому, когда мы говорим, у нас цензура нет, мы говорим глупость. Вот. Цензура есть. Вопрос в том, что, в каких формах она проявляется. Второе. Как бы, что разрешено и что не разрешено, зависит во многом от культурных обычаев, традиций. Того, что и как существует в реальной жизни. Не там на бумаге, не в законах, а в реальной жизни. В реальной жизни очень разные вещи есть. Вот. Ну, например, у меня была одна приятельница на фестивале в Даке, в Бангладеш. Вот. Которая иранка. Значит. И была вечеринка там в швейцарском посольстве. И все, значит, с радостью пили спиртные напитки, танцевали. Хотя, в общем, это как бы вот на этой территории такой маленький анклав. Вот. Девушка там занимала много разных постов. Она вот как Альбина была одновременно и директрисой, и председателем джюри, и начальником отборочной комиссии всего на свете. И очень хотелось танцевать. Вот. Но в тот момент, когда я спросила, что-то не танцует, я сказала, ну, если я попаду в интернет в этот момент, то я на родину уже никогда не вернусь. А если я вернусь, меня там, может быть, убьют, а может быть, ну, оставят в живых, но все равно жизнь будет невыносима. Что это? Цензура, не цензура. Это просто есть в данный момент состояние общества, для которого вот это недопустимо. Вот. Мы живем в какой-то степени в мусульманском регионе. Вот. Я понимаю, что Татарстан не полностью мусульманский регион. Мусульманцы, законы мусульманства там не соблюдаются в полной мере. И, как бы, камнями не забивают неверных жен. Вот. Но у нас есть жесткая позиция. Есть исламское государство, которое, наоборот, соблюдает вот все эти заветы пророка в полной мере и в буквальном смысле. Вот. Хорошо это или плохо? Мы, конечно, говорим плохо, потому что исламское государство – это организация запрещенная у нас. И то, что мы сейчас вот в прямом эфире, может, я даже и произносить, это не имею права. Вот. Что? Что? Но я оговорку, соответственно, и сказал в этот момент. Вот. Что касается вот всего вот этого мероприятия, я не случайно сказал, что оно бессмысленно, потому что обсуждать это с соблюдением всех законодательных и цензурных правил, вот, можем не обсуждать. Мы ничего по этому поводу не скажем, никакие, ну, вот, стыдливые эфемизмы, которые можно было здесь допустить, здесь были. Вот. А опять-таки в реальной культуре все по-другому. Еще один пример из собственного опыта. Я в юности много зарабатывал себе на жизнь переводами фильмов. Вот. Переводил с французского, с английского, с итальянского, с немецкого, с разных языков. Вот. И слава, это были довольно бурные времена, там, 60-е, 70-е, 80-е годы, вот, и прославился в известном в узких кругах тем, что переводил нецензурные выражения, соответствующими нецензурными выражениями. Вот. Для, с точки зрения цензуры, опять-таки, с точки зрения, как бы, реально существующей цензуры в обществе, я всегда спрашивал аудиторию, будет ли кто-нибудь возражать против использования этих слов. Если хотя бы один человек возражал, я не использовал, а смягчал. Очень часто дискутировали мы со своими коллегами, а в зарубежных языках такого мата, вот, таких слов нет. Такие слова есть, но, значит, они, что-то совершенно другое. Если бы мы не были в прямом эфире, я бы привел несколько примеров, как в переводе меняется, значит, меняется смысл, и буквальный смысл, и тот половой орган, который это слово обозначал, на самом деле в другом языке означает что-то совершенно другое. Но смешная часть этого дела, вот, я как-то в госпенот, которая тогда была отдельным ведомством, переводил фильм Жанна Люка Гадара «Викенд», может быть, кто-то из вас его увидел, довольно скандальная, интересная картина, где, как раз, очень много такой принципиально нецензурной лексики. Вот, ну, и так же начал, значит, с вопроса, никто не возражал, я, значит, пошел переводить, как есть. Вот, опять-таки, привел бы некоторые цитаты, если бы мы были не в прямом эфире. Вот, значит, и вдруг вскочил замминистра культуры, который тогда был, Владимир Ростиченко-Паскаков, который был одновременно директором долгое время Московского фестиваля, а потом научно-исследовательского института киноискусства, который сейчас весело ликвидирует, поскольку все эти гуманитарные науки явно никому не нужны и только мешаются. Вот, значит, и, соответственно, вскочил, закричал, прекратите это безобразие. Я, соответственно, дальше стал переводить, как бы, в пределах цензурных допущений, а потом, спустя некоторое время, Владимир Ростиченко сняли с замминистра, сделали директором института кино, и так случилось, что я с ним поехал в его первую зарубежную командировку в новом качестве. Он ездил очень много. Вот, и когда мы с ним ехали, вот, он говорил только на матерном языке. Он других слов вообще не употреблял практически. Разговор был очень интеллигентным, он, его больше всего поразило, что был знаком с Юрием Михайловичем Лотманом, что проводил первый, там, структуралистский семинар по кино с Вячеславовичем Ивановым. Он с большим уважением относился к этим, как бы, высоким интеллектуалам. Но при этом лексика, которую он употреблял повседневно, была вся построена на этом. Вот. Я, наоборот, я при переводах эту лексику употреблял, а в быту я ее не употреблял. Меня шокирует, когда моя дочка начинает ружаться маткой. Я не говорю, не делая этого. Ну, как бы, вот такое ощущение, что это не совсем уместно, у меня есть. Вот реальная культура и официальная культура. И в заключение, поскольку я уже говорю, довольно много, я могу сказать, что вот эти вот все законы, которые мы пишем, и последний глупый закон, связанный с разрешительным удостоверением, фестивалями и так далее, вот, он просто подтверждает вистину, которую, надеюсь, это не запрещено говорить в прямом эфире, которую изрек Салтуков-Щедрин, что глупость отечественных законов компенсируется только тем, что они никогда не исполняются. Вот, они исполняться не будут. Реальная жизнь будет протекать совершенно по-другому. Люди будут говорить какие слова, те слова, которые нужны. Люди будут понимать те слова, которые нужны. Вот, а вот эта вот система, которая над этим настраивается, конечно, приводит к парадоксам. Вот есть мой любимый, ну, не очень мой любимый фильм, фильм «Левиафан». Это очень хорошее, выдающееся произведение, очень знаменитое. Вот, и в свое время, когда картина выпускалась на экраны, там довольно много нецензурной лексики, значит, соответственно, отечественный зритель мог посмотреть эту картину в кинотеатрах, но с запиканными, как бы, с неправильной фонограммой. Если ему нужна правильная фонограмма, он может взять, посмотреть в интернете или посмотреть на видеокассете. На видеокассете, насколько я знаю, эта лексика не запрещена. Но тогда будет неправильное изображение. Тогда изображение будет в качестве худшего, чем то изображение, которое дает кинотеатральный показ. Поэтому для того, чтобы посмотреть это выдающееся произведение в полном объеме, масштабе и правильном, с эстетической точки зрения, гражданин Российской Федерации, должен поехать за границу. И только за границей он это произведение увидит таким, каким оно было создано. Вот, как культуролог, могу сказать, что мне это кажется немножко неправильным. Хотя все равно все посмотрят так, как нужно. И когда я сам смотрел фильм, вот здесь была большая цитата из персоны Бергмана в первой картине. Вот, когда я смотрел «Молчание Бергмана» впервые в жизни, да, я действительно уехал в Польшу со студенческой делегацией в 66-м году. И в радости и ужасе увидел, что фильм Бергмана этот демонстрируется просто в кинотеатре Польского киноархива. Естественно, туда побежал, используя свои знакомства в российском киноархиве. Так что, да, люди будут все смотреть, что нужно, будут говорить так, как считают нужным. Реальная культура будет развиваться в этом смысле. Вот, в разных странах по-разному, в разных регионах по-разному, в исламском государстве одним способом, в мусульманской части России другим способом, в ушиитов в одном варианте, в Иране в другом варианте, вот, где одно будет запрещено, другое будет разрешено по соседству. Вот, когда я ездил по этому самому, по Узбилистану в свое время, значит, девушки шутили на тему того, что, да, вот здесь вот все запрещено, и показывать ничего нельзя, и волосы надо прикрывать. Ну, представляете, что они делают, когда снимают шаровары. Вот, у каждого есть, как бы, вот такое еще главное оружие против вот этих вот глупостей, которые происходят регулярно, это воображение. Воображение, при помощи воображения, можно разрешить себе все, и наше сновидение тоже разрешают нам все. И способности ограничить наше сновидение и наше воображение тоже нет, но можно ограничить право выражать это, в том числе и в искусстве. Спасибо. Вопрос давайте. Добрый день, меня зовут Маркушина Юлия, я студентка второго курса телевидения, и, во-первых, я хочу выразить огромный респект режиссеру, потому что это был один из тех фильмов, которые я смотрела, я не понимала, что происходит, но мне очень нравилось. Я бы посмотрела его раз пять, чтобы понять какую-то причинно-следственную связь. Относительно нецензурной лексики, я считаю, что это огромный пласт русского языка, соответственно, это огромный пласт русской культуры. Вы частично уже ответили на мой вопрос, но все-таки, как вы думаете, можно ли выбрасывать вот этот пласт из кино, и нужно ли это делать? Потому что сейчас век технологий, век интернета достаточно сложно оградить человека, в принципе, от мата. Ну, ему достаточно выйти на улицу, для того, чтобы понять, что... А интернет тут ни при чем. Ну, да, для того, чтобы понять, что оградиться от него сложно. Вот как вы думаете, можно ли и нужно ли? Вот, я думаю, что по моему выступлению ясно, что это не наше дело говорить, можно или не нужно, потому что само общество решает заданные вопросы. То, что это огромный пласт русской культуры, да. То, что изучение русского языка у иностранцами начинается именно с этих слов. Именно это первые слова, которые они как бы научают и говорят, когда ты едешь за границу, и обычно, вот, если ты человек интеллигентный, даже молодой, ты первое спрашиваешь, спасибо, пожалуйста, я тебя люблю. Вот три выражения. Но если ты заменишь термин «я тебя люблю» на более жесткое определение того же действия, вот, то ты получаешь то, как люди начинают учить иностранные языки. Вот, то, что это очень важный пласт русской культуры, да, филологи это знают, если вы общаетесь с филологами. Понимаете, есть очень крупные филологи, которые всю свою жизнь изучали несензурную лексику. Вот, и была одна крупная филологиня, доктор филологических наук, которая как-то рассказывала, может быть, это не совсем правда, что, как-то проходя мимо, значит, дырки в асфальте, где кто-то там работал, ее оттуда покрыли матом, и ответ ответил. Матом только не трехэтажным, как ее покрыли, а пятиэтажным. Как бы люди, которые там, вот, и дырки сидели, не могли толку прийти в себя от того, насколько владение этим. Да, этот язык надо знать, этим языком надо владеть, нужно уметь его использовать тогда, когда это требует твое национальное состояние. Вот, и с этой точки зрения, конечно, вот, ну, мы все... Ну, опять-таки, вот, говоря о переводческой практике, были люди, которые переводили фильмы, только, вот, если понимание плохо знали язык, они понимали только эти слова. Вот, и говорили их вот так же, вот, с матерными эквивалентами, как переводил я. Я это не одобрял, потому что, если ты переводишь вот этими словами те смысловые оценки, которые должны быть, ты при этом должен блестяще знать язык и блестяще правильно и точно переводить все остальное. Потому что, если ты переводишь только эти слова, это такая вот явная демонстрация неграмотности. То есть, да, это заслуживает исследования, да, это живет в нашей реальной культуре, да, уничтожить это в нашей реальной культуре невозможно, вот, да, это можно... Ну, я согласен с тем, что, скажем, на телевидении могут быть одной жесткости правила, в кино могут быть другой жесткости правила, на видео будут третьей жесткости правила, вот. Но все это зависит от, опять-таки, реальной культуры. Повторяю, есть места на земном шаре, когда за супружескую измену людей убивают. И это считается правильным, справедливым и соответствующим традициям. Так что, тем более, это касается мастерной лексики. И вот, да, коль мы поговорили, вот, зашла речь о том, что вот за это, значит, следует наказание, и мне вот хотелось опять к юристу обратиться. Вот когда запикивают мат, ну, это же уже вторжение в монтажную какую-то такую историю, да, вот тут нет ли вот противоречия, то есть авторских прав, там же надо разрешить. То есть человек создавал произведение, он вкладывал в это деньги, там, не знаю, вот это все. И вдруг, вот, я имею в виду кинотеатральный показ, потому что мы сейчас очень скоро перейдем к человеку, который, в принципе, вот это все, он, может, внутри согласен, что герой должен ругаться матом здесь, но он вынужден слушать законы. Вот нет противоречий. Смотрите, даже когда покупают международную, там, прокат, а также и телеканалы закупают очень много контента, в американских, английских, японских контрактах, которые все видели, там всегда есть оговорка, например, что ты не можешь ничего делать, монтировать и искажать произведение, за исключением тех случаев, когда это необходимо для приведения законодательства страны. Где-то это будет мат, где-то в Иране это будет что-то еще, то есть там действительно где-то какие-то штуки, они понимают, и сразу эта оговорка есть во всех контрактах, поэтому ты можешь его и запикать, а где-то ты можешь и подрезать, вот там, тот же Южный парк там подрезался, барат вообще весь подрезал, ну, делался, чтобы он выходил. И как он вот после подрезания барат? Остался баратом? Нет, барат это жестко, вот когда дали как-то один раз концерт группы Ленинград и Таггер Лилис попросили адаптировать, он с часа стал 25 минут, они говорят, ну что мы показывать будем, я говорю, а зачем вы его купили, что вы хотите? Вы Ленинград раньше слушали? Вы еще слушают, у нас программа называется на Ленинградах. В советское время был пункт, который, в фильме должно быть приведено в соответствии с требованиями советского проката. А какие требования? Вот, когда вырезали, значит, всю обнаженную натуру, мой начальник того времени, председатель Госкино, говорил, ну, хорошо, мы сейчас разрешим, вот, чтобы эти кадры все остались. Но вы же понимаете, что после трех сеансов они все исчезнут все равно. И начиная с четвертого сеанса, потому что механики будут вырезать для тебя и сохранять на память. Начиная с четвертого сеанса, все равно будет то же самое. Вот, господа, у нас дело в том, что центральный спикер, он сейчас покидает нас у него на другой площадке. И, на самом деле, поблагодарим ему, во-первых, аплодисментами. Во-вторых, кресло не останется пустым. Очень интересная замена у нас получается в ток-шоу. У нас представитель общественной организации, Дмитрий Якунин, «Союз кинтографистов». И, пользуясь случаем, Вячеслав Рябков сейчас начинает интенсив. «Автор.я», после этой площадки можно туда переместиться. Итак, Дмитрий Якунин. Спасибо. Мнение общественной организации для нас тоже важно. А вот Макс Горбов, на самом деле, это представитель кинотеатрального показа. Я вообще считаю, на самом деле, что глупо вообще ограничивать как-то, потому что, чтобы прийти в кинотеатр, человек и так принимает решение осознанно. Он покупает билет, читает о чем фильмы. В принципе, можно все предупреждения, наверное, там уже вынести. То есть, это не идет по улице и слышит мат, он приходит послушать мат. Я бы хотела знать, какие фильмы после обрезания, ну вот так вот, достойны ваших кинотеатральных, кинопрокатных слез. Ну, какие фильмы было жалко запикивать? И вообще, ваше мнение по этому поводу. Спасибо. Я тоже считаю, что это глупо абсолютно сделать запикивание. Здесь мы вторгаемся уже в ленту, которую создал режиссер. Но я сразу же хочу сказать, что там запикивает, да, или как-то убирает какие-то фрагменты, там, не кинотеатральная сеть, да. Да-да-да, я знаю. А все равно сам автор, то есть он либо соглашается, либо... Да, либо он не соглашается. Хотел сказать спасибо вам за подборку фильмов. Режиссеру, который сегодня здесь, я уверен, что если из его первого фильма убрать вот эту всю нецензурную лексику, то, ну, фильм просто на самом деле потеряет. И там очень много экспрессивной лексики, которая как раз и держит фильм, и держит внимание зрителя. То есть это кино? Да, абсолютно кино. Сема для кино. Да, но у меня ощущение, потому что и авторы, они сами понимают, там, для кого и как они создают фильмы. Пример, например, последнего года есть такой фестиваль в России, битфильм-фестиваль. Я знаю, что в Казани он тоже проходит, тоже есть эхо-фестиваль о современной музыке, о культуре. И в неконкурсной программе этого года был фильм разбежкинцев, школы Марины Разбежкиной, Хейбро. Он во вне конкурсной программе, он показывался не на площадке кинотеатра, там был свободный вход. И авторы и сейчас, они понимают, что в России они не получат прокатного удостоверения на этот фильм. Он сейчас ездит по всем там мировым фестивалям, это прекрасное кино. Но в России его не покажут, покажут там на другой платформе, в интернете. Вот то, о чем мы сегодня говорили, что на одной платформе есть ограничения, на другой они есть, там, а в интернете вы, пожалуйста, можете это увидеть. Но из нашей, например, практики, вот буквально, наверное, месяца, два тому назад мы выпускали в июне в повторный прокат фильм «Изображая жертву Серебренникова» Кирилла Семеновича. Если вы помните, там есть такой 10-минутный монолог в исполнении героя, да, полицейского Виталия Хаева, вот, который ты вырезаешь, но все этот фильм, кстати, и помнят именно по этой сцене. Да, героя нет, поэтому совместно с продюсером Натальей Макритской, стоит сказать, что фильм 2006 года, и тогда еще не было DCP, он там в пленке, на батаками у нее остался, нет хорошего цифрового носителя, еще очень долго делали хорошую качественную цифровую копию и убирали буквально первые звуки у слова. Ну, то есть, ну, все понятно, все все понимают, и у наших друзей Министерской культуры тоже это все понимают. Более того, иногда употребляют. Более того, иногда употребляют, да, поэтому вот, да, поэтому у нас практика вот такая была совершенно недавно. Ну, а вообще, мое ощущение, что за последний год как-то вот мрак спустился, и он, да, его становится все больше, не знаю, слышали или нет про фильм «Смерть Сталина», который в феврале этого года сняли с проката буквально за несколько дней, то есть прокатное удостоверение, я не знаю, там, несколько лет тому назад, то все-таки прокатки выдавались там заранее, и был не только известен номер у правообладателя, но и скан этого прокатного удостоверения. Теперь Министерство культуры делает немножко хитрый финт. Он выдает номер, но и не выдает скан прокатного, то есть кинотеатр открывает продажи на свой страх и риск. То есть будет потом это прокатное удостоверение, и будет. Вот, например, кинотеатр «Пионер» решил продавать в Москве билеты на этот сеанс, за что, собственно говоря, и поплатился штрафом. Но история в том, что, я не знаю, просто ушел, Вячеслав, что телеканалу дают штраф, его сразу же закрывают. Кинотеатром тоже, то есть штраф в геометрической прогрессии может увеличиваться, и там на третий или на четвертый раз он может закрыться просто на 90 дней. Да, на 90 дней, да. И все. Да, то есть здесь на самом деле под ударом все находятся, и прокатчики, и правообладатели. Не за мат, да, уточню, не за мат на 90 дней его закроют, а за показ беспрокатного удостоверения. То есть там по разным причинам это было, да. Поэтому вот остается какая-то лазейка там, на фестивалях иногда это может пройти там в рамках не платных показов, а бесплатных. То есть это в принципе остается. Вот поэтому хорошо, что есть фестивали, но вот недавно вышел еще один закон, который фестивали ограничивает, и он там уже прошел три чтения, Совет Федерации подписал, президент, он вступает в силу в ноябре. То есть теперь Министерство культуры говорит, что фестиваль — это 10 дней, каждый фильм может быть показан не больше двух раз, и там для российского кино, например, плюс, ему не нужно получать прокатное удостоверение, хотя до этого времени все российские фильмы должны были получать. Но не все, и там должен быть конкурс, должно быть жюри, там очень-очень много пунктов, и Министерство культуры должно одобрить еще список вот этих фестивалей, которые будут в России. То есть критериев на данный момент нет, и там, как мне кажется, фестивальные движения, если там не будут приняты дополнительные поправки, начиная с ноября, оно там сильно сократится, скажем так. Потеряет свою природу, по сути. Да, но помимо фестивальной истории есть масса юбилейных дат, ретроспективы и что-то еще, и там, например, получать прокатное удостоверение на фильмы, которые два-три раза показываются, в той же классике, отечественной, на которой в советское время либо прокатное удостоверение не действует, либо что-то еще, станет сложным. Ну вот ушел Вячеслав Рыбков, но я его вначале не просто так спросила, нарушили ли мы сейчас законодательство. Он сказал, нет, соответственно, вот такие форматы будут для нас возможны, если вдруг что. Нет, я бы еще вот хотела бы Дмитрию Яконину передать слово, потом мы перейдем к вопросу, я знаю, что из зала вопроса же ждут. Что скажет человек, стоящий как раз на стыке творчества и законы творчества? Причем с молодыми, то есть организующих молодых. Официальные позиции. Я не уверен, что я вправе официальной позиции представляю, да, общественной организации. На самом деле, безусловно, наверное, вправе, потому что именно Молодежный центр писал этическую харту кинеграфистов. Если знаете, слышали, можете почитать, посмотреть. И нам казалось, и мы писали это искренне, и казалось, это очень важный документ, и до сих пор считаем, что важно. Знаете, когда Максим говорит, что мрак, мракобесие, когда нельзя показать фильмы с матерной лексикой, мне иногда кажется, что, наоборот, мрак, когда, ну, так скажем, зайдешь в кинотеатр, да, или вообще в какое-то публичное место, и поливается, ну, там, не знаю, потоки, идут потоки, идут потоки того, что ты не хочешь слышать. Ну, у нас же ездит автомобиль с открытыми окнами, там шнур. Ну, да, я... А тут тебе нужно зайти, открыть дверь. Ну, как бы, Макс, наверное, говорит об этом. Да, нет, я просто про то, что, безусловно, есть разные точки зрения, при всем том, что мы с Максимом дружим, и друг друга уважаем, и делаем совместный проект, как с Кириллом Ильичем. Вот, я просто про то, что, допустим, мы, как продюсеры, да, к нам пришла девушка, значит, с фильмом о абортах. Вот, значит, на тему, значит, противодействия абортов, такая социально значимая тема. Там очень много сцен, когда прям дети там умирают, значит, их там режут, там еще что-то. Ну, может быть, в этом правда есть, я, как говорится, не полностью эту тему знаю, да, но есть очень, значит, очень такие физиологические, значит, эти сцены, да, подробности, вот, от которых мы точно отказались, но вот это наши точки зрения, да, нас как продюсеров. Вот, значит, ту хартию, которую мы писали, да, еще раз, основные посылы в том, что художник все-таки ответственен за свое творчество, ну, прежде всего, перед зрителем. Он должен понимать их, там, не знаю, позицию, их уважать, значит, зрителя, уважать какие-то, не какие-то, уважать культурные традиции, уважать нормы поведения. Психику только на дуру. Да, психику, да, понимаем, ну, как у врачей, там, да, есть не навреди, да, здесь то же самое, художник, кинографист, фильмы которого могут посмотреть, там, и надеемся, что посмотрят достаточно большое количество зрителей, да, он должен тоже эту точку зрения поднимать. И, с другой стороны, безусловно, когда наши, там, друзья, ученики Мершенченко снимают фильм про Фенченко, знаете, да, кто такой Фенченко, Владимир Алексеевич? Педагог, значит, Эвгика, с такой, с бородой, очень харизматичный педагог, и он без мата, ну, собственно говоря, мата у него просто вот как, значит, стиль, стиль преподавания, да, стиль преподавания, да, он, в общем-то, его ученики Миша Мистецкий, там, братья Коты, Велединский и так далее, ну, вот, и действительно замечательный педагог, ну, так общается, и, безусловно, снимать фильм про него, не используя ненормативную реку, безусловно, ну, как бы, просто не раскроется характер героя, да, вот, но ребята делают две версии, одну версию для канала Культура, другую фестиваль, версию, находит, находит выход этой ситуации, я, да, я к чему, что, на самом деле, по-хорошему, каждый сам для себя решает, хочет нам показать это кино, хочет им снять это кино, значит, или не хочет снять это кино, хочет показать, не хочет показать, мы тоже очень много, ну, во всем очень мысль, но мы тоже сталкивались с вещами, которые там нам очень тоже неприятны, я, допустим, был в отборочной комиссии, фестиваля, такого достаточно ортодоксального, там, с религиозной направленностью, и когда отборщики, представители религиозного сообщества, значит, говорят, что, а давайте что-то запретим, вот, знакомая ситуация, да, нам абсолютно тоже это неприятно, да, мы тоже за кино, вот, но мы понимаем, что, ну, должно быть уважение, и знаете, вот, я, допустим, вот пять лет назад, мы смотрим цифры, цифры по российскому кино, там, пять лет назад, три года назад, 15% в прокате, 17% в прокате, в этом году более 30% уже в прокате нашего кино, вот, может быть, как раз вот это уважение, уважение продюсеров, уважение кинорежиссеров к зрителю, может быть, как раз и зритель поверил в наше кино, в кассовое кино, в прокатное кино, безусловно, я не говорю о всем, всем кинематографии, но вот это, вот это все-таки желание найти диалог со зрителем, и позволяет, и заставляет зрителя приходить в кинотеатры, верить в наше кино. Ну, это, естественно, никто не говорит, что массовое кино, там, заходим в кинотеатры, там, сплошной мат, это, ну, это уже абсурд, да, на просто раз есть зрители, вот, как девушка, которая сказала, мне очень понравилось, давайте, пожалуйста, вопросы за. Еще, да, просто про то, что добавить, тихо не согласен, допустим, фильм, проект, это с нашего питчинга, проект, мы его побежали, поэтому, ну, абсолютно здесь нет никаких норм, да. Удался я, между прочим. Здравствуйте, меня зовут Ксения, и я хотела выразить свое мнение, я считаю, что все-таки наши некоторые законы по поводу закона о запретении цезурной лексики ограничивают свободу людей искусства, то есть свободу мысли и свободу выражения. Вопрос такой, чем больше запрещают, тем больше хочется нарушать. И искусство это очень часто протест. Собственный вопрос, считаете ли вы, что запрет нецензурной лексики может, наоборот, возбуждать желание нарушить этот закон? Давайте я скоро буду уходить, поэтому я на эту реплику. Я как раз хотел сказать, что одно из традиционных представлений об искусстве, что искусство движется вперед, потому что отдаешь что-то новое. То, что в текущей культуре недопустимо, невозможно, ужасно, отсюда огромное количество скандалов с премьером, то, что там Чайки Чехова или Арнани Виктора Дюго. И искусство как бы в традиционном понимании просветителей – это то, что нарушает текущие запреты и тем самым продвигает общество вперед. Поэтому с точки зрения эстетической вот такого рода ограничения есть попытка остановить искусство. Но, естественно, это попытки бесполезны, но потом, ну, Кавка писал в стол и писал в стол, потом через некоторое время, вот, оказалось, что все это можно напечатать. Маркиз де Саак был чудовищным персонажем, вот, правда, воображение при помощи воображения стал культурной иконой и так далее. Вот. Конечно, есть общества, которые очень жестко ограничивают то, что есть, и пытаются никуда не развиваться. Это тоже вариант. Можно сказать, что вот нам, и очень часто так говорят, нам хорошо там, где мы есть, у нас есть вот традиционных, скажем, русских, российских, мусульманских, каких-то еще ценностей, мы за эти пределы никуда, никому не позволим выйти и никуда развиваться не будем. Ну, при этом есть такой странный при этом вопрос, о чего мы говорим тогда об инновациях, о развитии, о том, что мы кого-то догоним, что мы будем пятым университетом там и так далее. Вот. Но это как бы такая шизофрения в головах людей и в головах общества. Шизофрения началась не сейчас, она была довольно длительное время, и началась она на самом деле, как человек старый уже, для вас предлежащий далекому прошлому, с Горбачевской перестройки. Потому что, когда Горбачев объявил перестройку, значит, интеллигенция разделилась на два лагеря. Один лагерь говорил, что давайте возвращаться обратно к религиозным, церковным ценностям, исходным ценностям русского народа, назад, ну, хотя бы к крещению Руси, а кто более радикальный, историк, мог бы и раньше вернуться. Вот. И будем держаться этого. А второе, вы говорили, что как бы эта перестройка требует модернизации, инновации и превращения в правовое государство и всякие прочие как бы вот неодиозные демократические слова, которые мы автоматически продолжали почему-то повторять. Вот. И сообразить, что одно абсолютно противоречит другому, что если общество пойдет назад, то оно не будет двигаться вперед, а если общество будет двигаться вперед, то оно не сможет сохранить все те вещи, ценности и представления, которые принадлежат далекому прошлому. Вот. Но тут есть одно, но уже чисто культурологическое. Но на самом деле, если человеческая цивилизация движется к неминуемой гибели, вот, как нам кажется, и как мы говорили всегда, что западная цивилизация движется к неминуемой гибели, ныне с помощью однополых браков, то может нам не бежать вот за этим самым прогрессом? Может быть, чем меньше мы будем, тем медленнее мы будем развиваться, тем больше мы будем тормозить все это. Мы дольше просуществуем, они рухнут и исчезнут, а мы будем еще живы, именно потому что мы никуда не развиваемся. И никакой инновации, никаких новых технологий, никаких этих самых цифровых изысков, значит, мы себе допускать не будем. Вот. И последнее, что, тем не менее, общество делает то, что оно считает нужным, независимо от протестов. Я помню, вот, к сожалению, человек, имеющий отношение к Госкомнадзору, отошел. Вот. Я помню, как пошел разговор о том, о сотовых телефонах. Опять-таки, я то поколение, которое вообще без сотовых телефонов существовало. Первый сотовый телефон был абсолютной сенсацией, вот, и так далее. Вот. И люди из Госкомнадзора говорили, да, вот, мы действительно планировали, что вот сотовые телефоны к нам придут, но мы удивились, мы планировали пять миллионов сотовых телефонов, а они в тот же самый период стали 120 миллионов. То есть общество-то движется значительно быстрее, чем нам кажется, что оно движется. И изменения проходят значительно быстрее и значительно стремительнее, чем то, что, казалось бы, вот исследователям, там, я уже не говорю про чиновников. Вот. Поэтому можно пытаться тормозить, можно пытаться повернуть вспять. Но, тем не менее, общество, культура, человечество будет развиваться в определенном темпе, в определенном направлении. И, глядя на вас, я в этом убеждаюсь. А теперь я должен бежать на следующий. Да, у нас еще одна замена. Адиля Хайбулина, программный директор молодежного фестиваля, пока надевает петличку. Поблагодарим Кирилла Милевича. Спасибо большое. А вот еще к Максу, пока у нас кресло занимается. К Максу. А, у нас вот вопрос. Да, у меня как раз к Максиму вопрос. Во-первых, у меня реплика, говоря про то, что мы запрещаем обсценную лексику, мы запрещаем какие-то фестивальные явления без прокатного удостоверения. Мы ведь, вообще, это просто реплика. Двуемыслие легкое, потому что у нас самый просматриваемый контент на Ютубе — это условный Ленинград, который снимают фестивальные режиссеры, включая Найшулера. Вот. А одни из самых, как бы, продаваемых даже на лицензии фильмов, они, ну, мягко скажем, не образец морального облика какого-то. А теперь вопрос. Вот поскольку прокатчики, они вынуждены с этим сталкиваться, в отличие от очень многих не на моральном, а на финансовом уровне, вот как сильно по вам это все бьет, потому что ведь пользователь просто уходит на торренты, образно выражаясь. Если он хочет посмотреть, например, какого-нибудь Куарона без цензуры, если он хочет какого-нибудь посмотреть нашего российского режиссера, вот как вы с этим стараетесь балансировать свою ситуацию? Когда что-то одно уходит, приходит что-то другое, все равно вот это все есть. Но я не договорил про тот пример про смерть Сталина. Фильм как раз запретили, вот эта вот волна безумная хайпа, то есть его стали скачивать в каком-то ужасном переводе, там, не знаю, еще много нехороших вещей, то есть теряет в этом не только прокатчик, но и та компания, которая купила права условно. Да и зритель теряет, честно говоря. И зритель, да, и зритель теряет. Здесь как бы там зритель уже становится пиратом. Это уже ответственность. Нарушителем. Нарушителем тоже, кстати, да. Ну, законы, на самом деле, вот мы сегодня говорим про нецензурную лексику, есть много других примеров, там, например, употребление алкоголя в кадре, курение то же самое, свастики, изображение. То есть, например, в трейлерах не должно нигде быть свастики. Абсолютно. То есть даже если это какой-то исторический кадр, вот, то есть и мы, например, сами себя уже ограничиваем в этом. Даже иногда, там, фирма-прокатчик присылает трейлер, они не обратились, например, к юридической стороне вопроса, и тут мы видим, что там свастика. То есть просим переделать, потому что есть много, ну, сумасшедших людей, я не знаю, как их еще можно назвать, которые могут написать письмо, и штраф придет уже именно к нам, а не к производителю контента. А если бы у ваших штрафов не было, вы бы, вот, да, вот, интересно. Вы бы свастик показывали. Ну, а давайте, да, давайте поговорим о свастике. Это, например, ну, абсолютно исторический факт, там, это та же свастика, да, которая была. То есть все это прекрасно знают, понимают. Например, там, до 2000, я не знаю, когда закон вели, да, там, до 2015-го, она была в учебниках и в других каких-то, да, там, пособиях, тем более в интернете, вы можете ее кликнуть буквально за секунду, за минуту. То есть когда речь идет не о пропаганде, там, какого-то явления, да, социального, политического, ну, мне кажется, почему нет. Ну, это отображение истории, да, вот, например, смерть Сталина, по-моему, и, в принципе, весь скандал-то пошел от трейлера, насколько я понимаю, в основном возмущение вызвал сам трейлер. То есть еще не посмотрев люди, я просто сама была участницей дискуссии в Фейсбуке, люди, не смотревшие фильм, они возмутились именно содержанием трейлера. И, может быть, если бы они не возмутились содержанием трейлера и посмотрели, ну, вот в Фейсбуке люди, вот, не смотрел, но осуждаю очень было, они не видели, но трейлер прям очень многих возмущал. И, может быть, правильнее как раз к изготовлению, может быть, трейлера на чем-то цензурировать. Могу привести еще один пример, да, там, смерть Сталина был в том году фильм, который выдвигался на Оскар, может быть, вы его видели, зови меня своим именем. Call me by your name, вот, у него не было прокатного удостоверения, его показывали в рамках фестиваля несколько раз, вот, и у нас он тоже был показан несколько раз, где там тысяча человек, например, там, полторы тысячи приходил на один сеанс, и кому-то, какому-то зрителю, я не знаю, там, правда это или нет, не понравились гомосексуальные отношения, которые были изображены в этом фильме, ну, и все, пришла бумага. Ну, вот, да, интересная позиция, если кому-то не нравится, а кому-то нравится, вот тут где найти эту грань, давайте послушаем зал. Вот, вы готовы смотреть это кино? Да, да. Меня зовут Камила Шакирова, я студенка первого курса, и я хотела бы, конечно, вернуться немного на первичные темы, потому что меня очень заинтересовал вопрос о фильмах об абортах, вот, и я хотела бы спросить, как вы считаете, могут ли, так скажем, физиологически открытые фильмы стать, наоборот, вспомогательными, а именно, как бы, припугнуть женщин, не совершать такие поступки? Ведь искусство, так скажем, вспомогательная вещь для человечества. Нет, мы просто ответим вот за себя. Да, мы продюсеры, мы принимаем решение, ставят ли эту сцену в сценарий, либо нет. Вот, и когда на моих глазах умирает, там, не знаю, значит, когда, прошу прощения, показывают, как тело вот этих зародышей, которые вытаскивают, там, оттуда выскребывают, значит, их уничтожают, вот, я просто, ну, я просто, я вот, лично нас, ну, как бы, в своем фильме, который, там, на который я буду искать деньги, который буду показывать, за который я отвечаю за этот, ну, за этот контент, за этот товар, да, за этот продукт, я не буду этого делать. Вот, значит, кто считает по-другому, пожалуйста, ищите, финансируйте, это ваше право и на тему аборта, там, другие какие-то важные темы. Ну, это вот позиция продюсера, на самом деле, девушка еще вот такую тему важную, да, затронула, если фильм, в принципе, ну, как бы, вот, вызовет отторжение и, в принципе, достигнет той самой цели, да, то стоит ли вот это натурализм? Да. Да, микрофон, вот, пожалуйста. Добрый день еще раз, меня зовут Попова Анастасия, я студентка первого курса направления телевидения. Все вы, наверное, знаете фильм «Балабанова. Груз 200». Хотелось бы вот задать вопрос такой, я знаю, что очень много было дискуссий по этому фильму, даже на телевидении, ну, закрытый показ был. Сидело очень много экспертов, естественно, очень много мнений было по этому поводу. И вот у меня такой вопрос. Считаете ли вы, что Балабанов создал такую картину и представил ее народу как СССР без маски, как будто бы какая-то оппозиция? То есть все мы привыкли, да, знать, что вот у нас в СССР, у нас нету ничего такого плохого, но вот он предстоял именно с другой стороны. Как вы считаете? Была ли у него такая цель? Я думаю, Балабанов намного глубже. Да, Дима. Да, спасибо большое. Нет, на самом деле, действительно, недавно читал про Алексея Балабанова в очередной раз. Вот. Но это, мне кажется, частный вопрос, да, он, так скажем, к нашей дискуссии. Это прямо очень еще новое глубокое. Прочтение Балабанова. Да, мы просто уйдем в глубину. Но, безусловно, это замечательный фильм, который вошел в историю отечественного кино. И очень здорово, что вокруг него дискуссии, потому что есть что обсуждать. Зачастую, знаете, когда, ну вот вчера мы показывали документальный фильм Оксаны, хорошее кино, да, значит, но немножко затянуто. Да, и когда, но когда там в кадре, там, вот эти как слова, там, которые Вячеслав говорил, там, на эти четыре буквы, да, значит, вот, немножко все оживают. Опа. Да, да, да. Значит, иногда это делается, да, иногда это делается ради, вот, значит, вот, как-то, ну, ради интриги, ради, ради дополнительного привлечения внимания к своему, в общем-то, некачественному продукту. Зачастую так бывает, особенно среди молодежи. Вот. И в документальном кино это намного даже чаще, чем в короткометре. Но когда это, когда эти слова употребляются в контексте, когда, я не смотрел просто первый фильм, да, вот, который вы хвалили, вот, когда это по смыслу все абсолютно... Дима так смотрит, я не хвалила. Выверено, да. Поэтому, у Балабанова, у Балабанова это жесть, ну, мне так кажется, оправдан абсолютно. Он бы вложил бы ты продюсерские деньги, вот, принес он тебе сцену вот эту вот, где девушка. У нас есть новый Балабанов, вот, мы работаем над проектом, который называется «Правда». Бинго. Да. У нас еще два вопроса в зале. Вот, по поводу кино про аборты, да, я хотела просто ответить девушке свое мнение. Это кино, оно не рассчитано на массы, как я считаю. То есть, и оно, в принципе, не вышло бы, скорее всего, в массовый прокат. То есть, поэтому бы не повлияло. Но у нас есть коровая, который берет такие фильмы. Ну, а мы-то хотим все-таки, чтобы, да, чтобы как можно больше людей посмотрело, и, может быть, действительно, вот эта сцена бы отвлекла бы нас от большого количества зрителей. Поэтому, да, правильно. Спасибо за поддержку. Я, наверное, немножко обобщу этот вопрос, и я, простите за такое выражение, топлю все-таки за первый фильм, он мне дико понравился. Поэтому вот вопрос такой, и это относится и к кино про аборт, еще что-то. Вот, когда это искусство? То есть, это очень расплывчатый, конечно, вопрос про критерии искусства кино, но все-таки, когда это искусство, а когда это, ну, какая-то сборная солянка, и непонятно что, и я сняла там на телефон, или все-таки это всегда искусство, но просто важно найти своего зрителя? Спасибо. Вот я думаю, вот Макс положительно вот отозвался, ему надо ответить на этот вопрос. Где искусство? Я могу, например, там просто какое-то ощущение, вот там Балабанов, например, в таком общественном сознании укрепился, как там режиссер брата, все равно его знают, например, да, по этому культовому фильму, ну, прижился-прижился, причем сам Алексей Евгений, насколько я знаю, там брат два, ну, как-то так, к нему довольно-таки прохладно относился, а мне кажется, у него там два гениальных фильма, это про родов и людей и замок по Кавке, вот. Там, как становится фильм культовым, но там есть фестивальная история, да, когда он получает призы, когда все путешествуют, там путешествуют, зрители об этом узнают. Ну, может быть, отчасти так, но зритель сам там определяет. Мы в том году выпускали в такой ограниченный прокат, но потом он стал широким, именно в «Каруарт», это фильм с длинным-длинным названием, как Витька Чеснок из Леху Штыря в дом инвалидов, то есть там уже сразу было понятно, что это массовая любовь, народное признание у этого фильма, что он выйдет там в прокат, он будет широким, в принципе, и там миллионы просмотров на ютубе, я там боюсь соврать, сколько это будет. Мы будем жить, у нас второе место занято. Второе место, тем более. Мы с малышем общались и говорят, это же будем жить или не будем жить, Витька Чеснок. Будем. Он говорит, будем, да. Ну, есть, например, вот там какие-то запретные темы про аборты, я там, не знаю, согласиться или нет, есть у абортов такая категория, у меня мама пинеколог просто, я могу рассказать, есть медицинские показатели, то есть по которым там нужно аборт, например, сделать до какого-то определенного времени, если мы это запрещаем в какой-то определенной стране, я знаю, это есть, это будет подпольный существовать. Кирилл Милич сейчас ушел, он говорил про Горбачевскую эпоху, там боролись с пьянством. В Ставрополье вырубали виноградники, которые росли там по 30, по 40 лет. Пьянство не ушло, оно стало больше, и все ушло, и некачественный алкоголь появился. Ну, мы запрещая сами себя просто. Подведем итоги, в общем-то, потому что меня торопят технически. И поблагодарим аплодисменты. Адиля, на самом деле, ответственная за эту программу, за то, что произошло, и что мы сегодня посмотрели. Называется она, напоминаю, на лабутенах, не случайно. И тут есть связь и с Ленинградом, и с матом, и то, что все это мы смотрим в интернете. Вот, и вот Адиля пускай скажет завершающее, да, слово, вот вместо меня. Ну, я как программный директор, во-первых, благодарна за эту дискуссию, и, наверное, я особенно благодарна вам, ребята, потому что я такое удовольствие получала, когда чувствовала, что есть какая-то отдача. Не обязательно, что вы прям приняли это кино, или наоборот, вы категорически не согласны с тем киноязыком, который вы увидели, да. У нас фестиваль молодежный, да, международный молодежный кинофестиваль. Это кино как раз для вас, а вас и снятое, да, вами, по большому счёту. И поэтому получилась такая подборка. Для меня я хотела бы, да, резюмировать, наверное, какие-то подвести такие свои личные итоги. Получается, что когда я составляла эту программу, для меня было важно, чтобы мат, откровенные сцены и ещё что-то, да, не было средством манипулирования, а всё-таки было средством выражения своей позиции, да, своей авторской позиции. И мне кажется, как в первом фильме у Рима, да, как в «Тихом несогласии» есть всё-таки попытка высказаться, а не попытка шокировать. Вот когда идёт, на мой взгляд, желание просто, не знаю, эффектно презентовать себя как личность, тогда искусству, ну, наверное, и нет места. А когда ты хочешь всё-таки высказать свою какую-то идею, свою позицию, не знаю, какую-то боль, страхи, и хочешь об этом поговорить со зрителями, тогда здесь, наверное, есть «но». Вот. И я очень благодарна, что получилось эту программу всё-таки показать, потому что в основной конкурс, естественно, да. И благодарю меня и всем за смелость. Да, я очень благодарна площадке, зрителям. Потому что мне кажется, что мы говорим про молодое кино, может быть, оно где-то там не безупречно, не идеально по подаче, по каким-то техническим аспектам, но всё-таки это кино, которое, наверное, энергичное, которое должно вызывать всё-таки какие-то эмоции. И вот я за это как раз. Но всё-таки помним, да, помним, что когда мы выражаемся, кинотеатры платят штрафы. И у меня Дмитрий просит для резюме одну минутку. Спасибо. И мы завершаем. Знаете, вот Кирилл Эмильевич рассказал о чиновнике, который сам ругается матом, но запрещает. Знаете, вот есть, ну, я не знаю, водитель автобуса, допустим, вот он объявляет остановки. Он, я не знаю, на кухне ругается, не ругается, да, но когда он выходит к микрофону, там, да, и он должен всё-таки объявить остановки, наверное, вряд ли он вот эти, как там, четыре слова должен говорить. Вот. И безусловно, я не знаю, я видел там сюжеты, там кто-то, значит, включает талант эксурсовода, водитель автобуса, да, ещё дополнительно рассказывает о красотах гор. Есть, да, какие-то креативщики, но действительно, мне кажется, очень важно чувствовать свой ответ, что вы у микрофона, во-первых, вот, и во-вторых, вы ведёте людей, талантливые по-настоящему люди, за вами идут зрители, за вами идут массы. Вот, эту вещь, мне кажется, очень важно также знать, понимать, помнить. Спасибо. Макс, знай своё место, оправданность. Спасибо большое, мы завершаем, спасибо всем, кто у нас был. Ещё раз повторяю, Макс Горбов, Коро Арт, Дмитрий Якунин, руководитель Молодежного центра союза кимитографистов и отделе Хайбульна, программный директор нашего фестиваля. Спасибо, спасибо. 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 Спасибо.